Можно ли красить волосы, да или после кератинового выпрямления? Покраска волос после применения кератина, однако, первые 48 часов с волосами вообще ничего нельзя делать, поскольку процесс фиксации кератинового слоя продолжается. Сразу после точно не стоит. Локоны не моют, не закалывают, не завивают. Немного терпения и в награду на 3-4 месяца роскошная прическа. Так сколько же дней должно пройти? В результате кератинового выпрямления и восстановления чешуеки волосы крепко склеиваются. А для окрашивания важно, наоборот, максимально раскрыть структуру волос. Без этого красящие пигменты и сопутствующие компоненты не проникнут внутрь волосяного столбика. Это станет возможным спустя 2-3 недели, в зависимости от чистоты мытья головы. Кератиновый слой начнет постепенно смываться, тогда процесс раскрытия волоса станет реальным. Чем больше пройдет времени с момента кератинирования, тем лучше. Мелирование локонов рекомендуется проводить не раньше, чем через 3 недели. О популярных техниках и видах мелирования волос вы можете прочесть у нас на сайте. Окрашивание локонов перед кератиновым выпрямлением Специалисты считают, что менять цвет в реческе до проведения процедуры кератинового восстановления можно. Такая последовательность процедур оптимальна. А проведение кератинового выпрямления после окрашивания позволит дольше сохранить свет. Поскольку красящий пигмент будет надежно запечатан внутри волосяного столбика, что предотвратит его вымывание. Следует учесть, для получения желаемого эффекта краситься надо за 4 дня до применения кератина, блондинкам проводить осветление или Делать мелирование рекомендуется за 20 дней до кератинового восстановления. Прикорневое мелирование делают за 30 дней. Как выбрать краску Несколько советов, которые помогут сохранить эффект от кератинового восстановления или изменить тон прически, выбирать Краски без соединения аммиака в составе по возможности проводить окрашивание натуральными средствами, такими как басма и хна. Это будет полезно из точки зрения лечения шевелюры. При японском методе нанесения кератина, хной басмы прекратить краситься за год до процедуры. Кардинальное изменение цветовой гаммы Прически спланировать за 3 месяца до процедуры кератинирования, не держать в красящие средства на прядях дольше указанного в инструкции времени. Подведем итоги. Окрашивание локонов и процедура кератинирования вполне совместимы, если отрашивание производить, учитывая рекомендации. Окрашивание химическими красками можно проводить за 3 месяца до кератинирования, либо спустя 3 недели после Применение натуральных красителей возможно за год до процедуры восстановления пряди кератином. Модные виды и техники отрашивания волос Шатуш, омбри, пепельное, цветное, фиолетовое, розовое, колорирование, брондирование. Балаш, мраморное окрашивание, техника Мордонса, 3D и Синди, техники окрашивания волос, пиксельное окрашивание. 12 мифов про кератиновое выпрямление волос и кератин в целом. Как ухаживать за волосами после процедуры кератинового выпрямления? Механизм кератинового выпрямления волос. Одним из наиболее эффективных методов приведения волос в порядок является кератиновое выпрямление. Но многих пользователей интересует вопрос совмещения действия этой процедуры и покраски волос. Чтобы дать обстоятельный ответ подробно изучим принципы этих процедур и выясним от чего зависит их эффективность. Выпрямление волос достигается при помощи средств, содержащих кератин. В результате локоны приобретают здоровый вид, блеск и эластичность, распрямляются непослушные вихры, прическа становится гладкой. И шелковистый на ощупь волосяной столбик уплотняется, прядь утолщается, исчезают обсеченные концы. Действие препарата основано на использовании природного биополимера кератина. А поскольку он является основным веществом в структуре волос, то восстановление повреждений волосяного столбика происходит естественно. Этот белок заполняет повреждения, глубоко проникая внутрь. Волосяные чешуеки на поверхности плотни прилегают друг к другу. Тонкая пленка биополимера на поверхности фиксируется за счет высоких температур. Чтобы наглядно представить процесс кератинового выпрямления, рассмотрим подробно его этапы. Процедура выполняется только на чистых волосах. Для максимального раскрытия волосяных чешуек придется использовать специальный шампунь. Волосы предварительно разделяют на несколько зон, чтобы добиться равномерного распределения препарата. Средство для выпрямления наносится на тонкие пряди порядка 2 см шириной, отступая примерно столько же от корней. Излишне нанесенное средство снимается с прядей расческой с частыми зубчиками. Затем проводится высушивание головы феном. Желательно использовать насадку-концентратор для направленной струи воздуха и щетку. Так легче добиться выпрямления непослушных кудрей. Заключительный этап запечатывания тончайшей пленки с одновременным выпрямлением структуры локонов горячим утюжком. Особенности процедуры окрашивания волос. Для понимания необходимо разобраться с принципом окрашивания локонов. Цель процесса проста – изменить цвет естественного или приобретенного пигмента на другой понравившийся потребителю. Чтобы окрашивание было стойким и равномерным, косметическая индустрия постоянно совершенствует краски для волос. Главным образом путем внесения изменений в состав. Компоненты красок призваны решить следующие задачи. Перекись водорода выполняет роль окислителя и проявителя во всех аммиачных и в большинстве аммиачных красок, а также осветляет пигмент волос. Щелочные составляющие раскрывают волосяные чешуеки для проникновения внутрь красящего пигмента. Без этого невозможно добиться качественного окрашивания локонов. Итак, окрашивание локонов – это замещение пигмента волос красящими компонентами, которые происходят путем химического воздействия окислителя и красителя при условии полного раскрытия волосяных чешуек. Что происходит в процессе окрашивания? Краску равномерно распределяются по всей голове, нанося ее на неширокие пряди кисточкой от корней волос до самых кончиков. Под действием щелочного компонента раскрываются волосяные чешуеки. Краска глубоко просачивается вовнутрь волосяного столбика. Окислитель обесцвечивает натуральный пигмент прядей за счет химической реакции. Красящий пигмент проявляется и закрепляется. Как совместить две процедуры? Вернемся к вопросу об окрашивании шевелюры и кератиновом выпрямлении. В какой последовательности можно проводить эти процедуры? Вариантов два. Как выбрать краску? Несколько советов, которые помогут сохранить эффект от кератинового восстановления или изменить тон прически, выбирать краски без соединений. Аммиака в составе по возможности проводить окрашивание натуральными средствами, такими как басма и хна. Это будет полезно и с точки зрения лечения шевелюры. При японском методе нанесения кератина, хной басмы прекратить краситься за год до процедуры. Кардинальное изменение цветовой гаммы. Прически спланировать за три месяца до процедуры кератинирования. Не держать красящие средства на прядях дольше указанного в инструкции времени. Подведем итоги. Окрашивание локонов и процедура кератинирования вполне совместимы, если отрашивание производить, учитывая рекомендации. Окрашивание химическими красками можно проводить за три месяца до кератинирования, либо спустя три недели после. Применение натуральных красителей возможно за год до процедуры восстановления пряди кератином. Модные виды и техники отрашивания волос. Шатушь, омбри, пепельное, цветное, фиолетовое, розовое, колорирование, бронзирование. Балаш, мраморное окрашивание, техника Мордонсаж, 3D и Синди, техники отрашивания волос, пиксельное окрашивание. Полезное видео 12 мифов про кератиновое выпрямление волос и кератин в целом. Как ухаживать за волосами после процедуры кератинового выпрямления. Продолжение следует...